Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Ждем подключения наших гостей. С нами уже в эфире Нина Зверева, Светлана Иконникова. Меня зовут Анна Ишмурадова, я пиар-директор детского издательства «Клевер». И хочу поближе познакомить вас с нашими замечательными спикерами, с Ниной Витальевной Зверевой. Нина Витальевна Зверева – журналист, заслуженный журналист, ведущий, обладатель двух премий ТЭФИ, а также замечательный бизнес-тренер и как раз такой профессионал в обучении людей, для того, чтобы они могли говорить. Правильно, Нина Витальевна? Да, правильно. И Светлана Иконникова рядом с Ниной Витальевной. Светлана Иконникова сама является и писателем, и детским писателем, уже и взрослым писателем. Светлана ведет курсы. Как правильно называются ваши курсы, Светлана, которые для того, чтобы научиться писать, интересно? Дрессированные тексты. Как они называются? Не только тексты, но и мысли. Да, все верно, можно найти курсы Светланы в интернете, только наберите дрессированные тексты, вы сразу узнаете, что же это за курсы, как они проходят. Также Светлана, журналист, и наши замечательные спикеры, авторы вот этих книг. Звезда соцсетей, как стать крутым блогером, и сторителлинг, как стать популярным. И у меня такой небольшой, пока присоединяются наши гости, небольшой такой спойлер. Я распечатала обложку нашей новой книги. Вот она так выглядит. Вы ее видите в таком нормальном режиме или как селфи? Нормально. Прекрасный режим, нам очень нравится. Нам бы книгу уже увидеть. Моя презентация «Как добиться успеха». Эта новая книга, она уже в печати, она выйдет в начале октября. И, собственно говоря, по материалам вот этих двух изданий и новой книги мы хотели бы, Нина Витальевна, Светлана, чтобы вы нас сегодня не просто рассказали что-нибудь про книги, а провели такой настоящий мастер-класс. Мастер-класс для тех, кто сегодня в субботу присоединяется к нам и немного посвятить нас в такое искусство самопрезентации. Окей, давайте знакомиться еще раз. У меня Нина Зверева или Нина Витальевна Зверева. Рядом со мной Светлана Иконникова. Или просто Светлана Иконникова. Или просто Светлана. Или просто, да. Но мне хочется посмотреть, кто нас слушает, и попросить вас, если это возможно, показаться нам, потому что нет ничего интересного в лекциях, и есть всегда интересное в общении, в живом общении. И если уж мы говорим про самопрезентацию, то придется немножко поработать. Если кто-то нас сейчас слушает, смотрит, в субботу, в субботу, в хорошую погоду, вот Максим Воронков есть у нас лично. Еще, да, приветствуем вас, Максим. Оно мы уже видели. Еще если кто-нибудь к нам подключится, мы будем рады вас увидеть с картинками, со звуком, если потребуется. И будем, да, так всячески делать вид, что у нас настоящая офлайн-встреча, настоящий мастер-класс лицом к лицу с нашими зрителями. Подключайтесь, друзья, включайте видео, не стесняйтесь, здесь все для своих. Да. Ну, во-первых, хочется поздравить издательство «Клевер». Я вырастила своих детей, а внуков растят мои дети. Поэтому, что такое издательство «Клевер», гораздо лучше расскажет Света Иконникова, потому что она еще недовырастила своих детей. Вот. Чем отличается это издательство от других? Мы так решили, Аня. Я сегодня буду задать вопросу Свете, она будет отвечать. Да, я буду по ту сторону диктофона. Честно скажу, до того, как я начала сотрудничать с издательством «Клевер», у меня родился младший сын. То есть у меня сначала родился младший сын, а потом я стала уже дружить с «Клевер». И вот когда мы с младшим сыном приходили в книжный магазин, и я его спрашивала, «Малыш, что тебе купить? Какую книжку?» Малыш еще не умеет читать. В 99 случаях из 100 выбирал книжку издательства «Клевер», потому что она ему нравилась. И поэтому у нас очень много книг издательства «Клевер». А вот недавно совсем я была на родительском собрании в садике у младшего сына, и воспитательница попросила, говорит, у нас в группе очень мало книг, мы все истрепались, принесите, пожалуйста, кому какие не жалко. Я принесла, там, опять же, было 99 книг из 100, это книги издательства «Клевер», но те, что он уже читал, те, что ему уже не по возрасту. Когда я их отдала в группу, воспитательница сказала, «Да вы что, я бы с такими книгами вообще не рассталась. Как вы смогли их отдать в детский сад?» Можно заметить, что у нас еще книги достаточно качественные, поэтому часто передают от поколения к поколению. Те книги, которые выжили после использования их мальчиком, достаточно активным мальчиком. Спасибо. Мне нравится слово «Клевер». Оно мне нравится прямо вот дважды. И в английской, и в русской версии. Я вообще до знакомства с вашим главным редактором не знала, что есть такое издательство. Я была в Сколково на таком очень важном форуме, и тогда вышел на сцену Саша Александр, и вдруг рассказал историю издательства «Клевер». Меня потрясло, что это издательство работает и в Китае, и в Америке. И все принципы издательства, которые он рассказывал, а главное, все картинки, которые он показывал, меня прямо вот, что называется, зажгли. И потом мы... А он слушал меня. Очень мы друг другу так понравились. Я не знаю, как там люди в зале, но мы друг другу очень понравились. Мы на сцене обнялись, и дальше уже начали работать. И так появились наши книги, о чему я очень рада. «Клевер» — это умный. Да. Мне нравятся книги для умных детей. Мне нравится это слово «Клевер». И «Клевер» мне тоже нравится. В русской истории вот он так красиво цветет. Я не знаю, как вы, но мы в детстве пожирали этот «Клевер». Пожирали, пожирали этот «Клевер» в детстве, конечно. И бы всасывали вот... А, вот там нам... Вот девочка, это же девочка. У нее просто папа Максим Воронков. И она... Она тоже, тоже пожирала. Смотри. Она тоже знает, что такое «Клевер». Ну-ка, расскажи, как тебя зовут? Включай звук. Так. Сейчас мы включим. Все, включила звук. Как тебя зовут? Сейчас еще наушник. Подождите. О, микрофон. Меня София зовут. София зовут. Ты тоже пробовала «Клевер» на вкус? Да. Ну и что, высасывала вот эти вот штучки? Нет, я его просто грызла. Какой вкуснее, белый или красный? Расскажи. «Зеленый». «Зеленый». Хороший ответ. А какие книги тебе нравятся издательству «Клевер»? Мне больше всего нравятся «Энциклопедии». Вот в таком вот роде. Да. 99 экспериментов, насколько я помню эту книгу. А ты какие-то эксперименты оттуда делала, да? Пробовала, использовала? Уже сделала пару штук. Класс. Это здорово, когда книжку прочитаешь, и есть, что в реальной жизни использовать из этой книги. Окей. Софа, ты уже понимаешь, что ты у нас самый главный человек в нашей встрече. То есть тебе сейчас придется делать самопрезентацию. Потому что я смотрю, другие люди видео не включили. Вон там общее количество участников есть, которые видео не включают. А София включила. А почему они боятся нас? Ну, может быть, они в машине едут. Может быть, они едут в машине и нас слушают. А вот еще у нас. Да, нам приятнее общаться, когда мы вас видим. Вы Людмила или это ваш компьютер принадлежит Людмиле? Так, сейчас будет микрофон. Нет? Не включу? Не слышно вас. Не слышим вас. Идет, 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 идет. Людмила, напишите в чате, если не можете звук включить. Так, Людмила, мы, к сожалению, вас не... Мы видим, что вы говорите, но не слышим вас. Звук у вас включен. Возможно, это вам стоит перезагрузиться. Вы выйдете и зайти заново. Тогда мы сможем вас услышать. Попробуйте, ладно? А может быть, дело в микрофоне тоже. Софа взяла, прикрепила к себе к маечке. Аккуратненько. Все, давайте заниматься тогда нашим преподавательским делом. Там у нас называется, безумно называется наш мастер-класс. О, еще одна девочка появилась. Вы Женя. Здрасте. Да, да, я просто долго очень копалась с видео. Извините меня, пожалуйста. Мне очень важно послушать ваш семинар, потому что у меня есть книга. Вы Женя? Да, меня зовут Женя. Я приведу вас. Я люблю это имя, прям очень. Да, я третья и в поколении Женя. У меня не будет шанса назвать ребенка другим именем. Ну все. Причем не может кто родится, мальчик или дедушка? Да, я Евгения Евгеньевна, но меня назвали в честь мамы-папы. Ну, в общем, долгая история. Спасибо вам большое, что... А, это, кстати, уже началась самопрезентация. Вы даже не заметили, что начали самопрезентацию. Профессионал, я знаю ваши рекомендации. А молодец, да, молодец. Первая фраза. Я Женя, у меня не будет шанса назвать ребенка другим именем. Надо рожать ему. Есть вариант, понимаешь? Первый ребенок Женя, а второй уже как получится. У нас безумным образом называется наш мастер-класс. Просто я испугалась, потому что там написано, что самопрезентация. Ключевой навык будущего. Именно самопрезентация. А так ли это? У меня есть человек, который будет вызывать вопрос. А я буду отвечать на вопрос. Ты уверена, что ключевой навык будущего – самопрезентация? Нет. Ключевой навык будущего – умение дышать. Точно так же, как и ключевой навык настоящего. А вот на втором месте, пожалуй, самопрезентация. Нет, слушай, ну почему самопрезентация-то, блин? Ой, извините. Почему самопрезентация, а не просто умение говорить? Почему именно самопрезентация? Ну, потому что человек же сначала, прежде чем он начинает говорить, должен как-то другим людям себя представить, чтобы другие люди поняли, кто с ними разговаривает. Вот представьте, если с вами разговаривает человек, которого вы совсем не знаете, и он начинает говорить что-то умное. Клевер. Да, что-то клевер. Вы ему поверите? Не факт. А вот если человек скажет, что он именно в этом самом умном эксперт, о чем он разговаривает, например, он начал вам про машины рассказывать, что-то умное, вы думаете, да ну, ерунду какую-то несет. А если он сначала скажет, что он сам эти машины собирает на конвейере и знает, какая гайка к какому углу подходит, вы уже начнете ему верить гораздо больше. Поэтому важно сначала рассказать о себе, а потом о том, о чем вы хотите рассказать. Женя, скажи, пожалуйста, сколько времени у тебя есть, у тебя выступление на 10 минут на конференции? И сколько времени ты можешь говорить о себе в начале? Я могу, мне кажется, если бы я строила сам презентацию, я бы взяла, как сейчас, какой-то яркий факт из своей биографии, потом нанизала бы как на пирамидку. Правильно, просто сколько времени у тебя есть? У тебя 10 минут выступления, сколько времени у тебя есть на саму презентацию? Ну, секунд 20-30, но это должно быть что-то очень яркое. 20-30 секунд, Софа? Да. Софа, сколько времени у тебя есть? У тебя 10 минут выступления в школе с докладом, причем перед другими ребятами, не перед своим классом, которые все знают, что ты Софа и все про тебя знают. Больше чем ты знаешь про себя, они про тебя все знают. Вот, по крайней мере, они так думают. Значит, тебе надо выступить вообще на школьной конференции, тебя выдвинули на район, там чужие сидят, мальчики, девочки и чужие учители, огромное количество. Понятно. Сколько времени у тебя есть на саму презентацию? И ты согласна с тем, что всегда надо начинать с того, кто такая ты, и чего ты по этому поводу думаешь и знаешь? Ну, я думаю, мне на саму презентацию, может быть, около минуты понадобится. И я считаю, что с нее, да, нужно начинать, потому что люди могут от тебя чего-то не знать и думать, например, что ты в данной области чего-то не понимаешь. Но если они именно от тебя лично, а не понаслышке услышат, что ты действительно, например, хорошо пишешь стихи, на своем примере объясняю, то тогда они действительно поймут, что ты действительно умеешь писать стихи. Вот я считаю так. Значит, надо их убедить, что ты хорошо пишешь стихи. Скажи, вот ты собираешься выступить на литературной конференции про стихи, и ты, как ты считаешь, и как, видимо, многие считают, ты хорошо пишешь стихи. Будешь ли ты читать стихи свои при этом? Каким образом ты докажешь, что ты их хорошо пишешь? Я могу рассказать некоторые свои секреты, которые мне помогают искать рифму. Также некоторые способы рифмования, которые я чаще всего использую. Ну и, конечно, какое-нибудь небольшое стихотворение действительно можно будет прочитать. Безусловно, сейчас была очень хорошая самопрезентация. Кстати, да, Соня прям себя авторитетом подошла. Мне очень интересно, какие она знает способы рифмования. Просто я сама пишу стихи. А я не пишу. Ну, то есть я не умею. Я пытаюсь, но у меня ничего не получается. Что за новые способы рифмования? Так, подожди, не будем отвлекаться, да? Ань, ты следи, чтобы мы не сильно увлекались. С нами же все-таки требуют какие-то знания. Да, мы тут сразу полезли у вас знания новые получать. То есть мы будем делать усилия. Я тоже кое-что спрошу. Просто я смотрела уже вашу книгу «Пользуясь служебным положением». Вы там говорите про 8,5 секунд. Это имеет место быть вот именно вот для вот такой вот презентации, если у нас аж 10 минут есть на выступление? Слушайте, это немножко о другом. Дело в том, что у человека вообще всегда, когда он выходит выступать, есть 8 секунд. Это не мы. Это YouTube нам дает. Мы. Потому что в YouTube люди переключают видео со скоростью 8 секунд. Если мне понравилось. Мне понравилось. Они переключаются. Вот именно частота переключения – 8 секунд. То есть, короче говоря, если за 8 секунд мы не зацепили публику, она слушать не будет. И не важно тут. Это самопрезентация или это ваш доклад. Совершенно не важно. Поэтому 8 секунд, чтобы зацепить. Вот мы вчера учили, вот у нас тут еще есть третий прекрасный человек, Михаил, он себя не любит, показывает наш ассистент. Вот мы вчера учили такой большой-большой банк. И разговаривали как раз про эти 8 секунд. И мне говорят, «Ни, Наталья, ну 8 секунд так мало». Я сказала, «Окей, все. Давайте я дам вам 10 вариантов, как за 8 секунд зацепить». Самое мое сейчас любимое, и они это очень уцепились, и они очень быстренько стали использовать. Знаете, какое самое сейчас любимое? Самое любимое начать с того, что «Ну как так?» «Ну как так?» «Говорит Соня. Великая русская литература, поэзия, проза. И никто не любит стихи. У меня есть одно или два произведения в прозе, но в основном я люблю стихи писать. Неважно. Я тебе говорю про начало твоего выступления. Если ты выходишь и говоришь, «Ну как так?» Люди не понимают, о чем речь. У всех ушки на макушке. Дело в том, что людей надо снять с их мыслей, приключить на твои. Это отдельная задача. У вас на это есть 8 секунд. Вы можете сказать, а знаете ли вы что? А знаете ли вы, сколько способов рифмования существует в русском языке? Ну, знаменитые со времен незнайки, палка-селедка, это не рифма. Ботинок-полботинок тоже не рифма. Не рифма. А вот давайте рифму к слову «палка» сейчас придумаем все вместе. И все. И тебя все слушают. Палка-скакалка. Ну, например, да. Женя. Рифма для слова «палка»? Да. Убегалка. Я работаю с малышами. Они бы так и сказали. Нет такого слова «бегалка», «палка». У меня про деформацию, видите, я с трехлетками. Алка. Палка, палка, палка. А вот жалко, например. Гораздо лучше, чем... У меня есть подружка Алка. Отлично. Алка подходит нам тоже, ваша подружка. То есть, если выйдет Соня и знает, что у нее 8 секунд, а ей надо говорить про рифмы и про стихи, и про поэзию, и вот про то, как все это делается, и сама она поэт. Ей надо себе представить, все равно вначале надо сказать. А вы знаете... Как подобрать рифму к слову? И сколько существует способов? Прямо с самого начала, вот с этого начинать. Женя, понимаете меня, да? Да. Либо «как так». Как так? Либо... Мне понравилось «как так». И, ну, если... Мое мнение, что «а знаете ли вы» это очень избитое выражение, потому что оно встречается во всех учебниках, которые я не очень люблю. Люди очень редко говорят это... А знаете ли вы? Слушайте, вот, знаете, вот все классика вся, она вся типа как избита. Это как сделать, да? И смотря какие сведения пойдут после слов «а знаете ли вы». Ну да, да, я согласна. Да, и если «а знаете ли вы» рифму к слову «палка», то никто не обратит внимания, насколько избитое выражение «а знаете ли вы». Я вообще вот думаю, что иногда, как, знаете, в бабушкином сундуке, вынимаешь оттуда платье, оно как винтажное, дороже там любых модных. Мы не должны бояться ничего избитого, если мы сами не говорим штампами, и если нам есть что сказать. Иногда эти вещи очень хорошо работают. То есть, например, сейчас слово «товарищи» гораздо лучше работает, чем слово «коллеги». Вот «коллеги» — это избито. А «товарищи» — это вот хорошо забытое старое. Она немножко отлежалась, посвежела. Так что, товарищи, идем дальше. Идем дальше. У нас есть 8 секунд, и это относится к любому началу выступления. Соня, понимаешь ли ты, что твоя самопрезентация может быть прям вот не сразу? А ты можешь сначала зацепить чем-то, да, потом сказать, да, в общем, я Соня. Ну, например. Я начинаю так. Например. 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 Я начинаю там свою лекцию. И говорю. Подожди. Ты молчишь, я говорю. Я говорю, например, про себя, да. Что привет всем. Я знаю, что в этом зале собрались вот такие-таки-то люди. Я смотрела вашу биографию и думала, как много перекликается между мной и вами. Потому что вы живете не в Москве, а в разных провинциальных городах. Я родилась ниже в Новгороде. вы люди, которым там 40 плюс, а мне 68. Я вроде говорю про них, но я уже говорю про себя. Это уже тоже самопрезентация, но связанная с тем, что в нас общего. Чувствуете вариант? Тоже вариант. Вариант отличный. Потому что вообще люди больше всего на свете любят про себя. Или вы можете начать с истории. Да? Запросто. Запросто. Начни с истории, пожалуйста. Начать с истории запросто. Например, если я общаюсь с людьми, я знаю, что среди них есть любители собак. Я могу сказать добрый день всем. У меня сейчас дома Армагеддон. Армагеддона 4 года. Так зовут мою собаку. У него еще есть друг Марс. Марсу 2 года. Так зовут моего собачьего внука. А после этого я могу рассказать историю, что когда мы приехали покупать маленького щенка, совершенно маленького щенка Барбанцона, он умещался на ладошке. Мы его выбрали. Он сидел у меня на ладошке и дрожал. Я спросила у заводчицы, а как, собственно, зовут животинку-то? И заводчица как-то сделала такое сложное лицо и сказала Нижегородское очарование Армагеддон. Я посмотрела на мужа и сказала, Солнце, а ты понимаешь, что у такой семьи, как наша, не может быть собаки с именем другим, кроме как Нижегородское очарование Армагеддон. А в это время Нижегородское очарование Армагеддон посмотрел на нас и понял, что у собаки с таким именем не может быть другой семьи, кроме нашей. Так мы нашли друг друга. А потом у него появился друг Такс Марс. Это мой собачий внук, то есть это собака моего старшего сына. Такс Марс пока временно живет с нами, и они очень дружат. Один такой на высоких лапках и коротенький, а второй на низких лапках и длинненький, и оба рыженькие. Они идеально подходят друг к другу. Например, да. Хорошая история. Все будут слушать. Про собак, про кошек, про птиц, про всякую живность очень-очень хорошо люди слушают. Вот такой вариант самопрезентации. Все, давайте начнем с Жени. Жень, расскажите нам про себя, пожалуйста. За 30 секунд. Вы сами сказали. Это не мы виноваты. Миша, а ты можешь вывести 30 секунд на экран? Не можешь. Тогда мы выходим. Хорошо, я волнуюсь. А где у нас? Я сейчас возьму волшебный телефон и буду засекать. Мы поставим на 30 секунд. Сонечка, приготовься. Тебе тоже за 30 секунд надо рассказать о себе. Ой, стойте, стойте. Я не попал, Женя, я так поняла, да? Ой, так. Простите. Вы, наверное, меня видите, я вас нет. Сейчас, сейчас. Ой. Есть. Так, давайте я стартую. Хорошо. Поехали. Поехали. Ну, просто безобразие, на самом деле, потому что я хочу с вами сейчас поделиться своим беспокойством в современном мире, потому что уже стартует 1 сентября, с 1 сентября уже стартовала, и вот я, преподаватель, который сейчас вместе с вами обсуждает самопрезентацию, я вижу, что навыки самопрезентации у людей, они совершенно отсутствуют. Вот. Я бы хотела с вами поговорить об этом. И я хочу вам рассказать немножко о себе. Я филолог, я закончила педагогический университет, но по своей специальности я не работала, потому что меня сразу пригласили работать к малышам. Я обожаю свою работу. Я работаю уже 17 лет с маленькими, и моим младшим детям, моим младшим ученикам было всего 2 месяца, а самым старшим 24 года. Дальше. 3 секунды. Я просто не вижу время. Это хорошо, это правильно. Ну, мы видим время. Уже минута прошла. Одна минута, одна секунда. Хорошо. А все равно хорошо. Да? Хорошо. Хорошо. Молодец. Ничего я не поняла абсолютно. Да, я тоже. Нигде ты работаешь, кроме того, что там закончила институт, и работаешь с маленькими, и почему старшему 24 года? Не очень поняла. Соня, давай сразу скажи, тебе полминуты или минуту дать на саму презентацию? А принеси заранее, чтобы точно поместиться во время. Давайте минуту. Это правильно, я бы тоже взяла запасы. Давай. Поехали. А знаете ли вы, что к слову «кастрюля» можно придумать несколько рифм? Например, к слову «кастрюля» можно придумать рифму бабуля, дедуля, папуля, мамуля. Вы можете придумать еще несколько рифм, про них вы можете рассказать мне в конце. Я сегодня хочу вам рассказать про то, что писать стихи очень помогает расслабиться, потому что когда вы придумываете рифму к тому же слову «кастрюля», вы напрягаете всю свою память и словарный запас. И это вас отвлекает от всяких стрессов и прочих неприятностей. Мое первое стихотворение я написала вместе с бабушкой в возрасте 5 с небольшим лет, и оно у нас в семье завоевало довольно большую популярность. Сегодня на моем счету около 20 стихов и несколько произведений в прозе. Сейчас я вам расскажу, как можно быстро научиться писать стихи. Дальше основная часть. Основная часть самопрезентации была минуты 14. Ну-ка, прочитай какой-нибудь свой стих из 20. Сейчас я его открою, он у меня тут хранится в памяти. А ты как правильный поэт не помнишь, да, наизусть свои стихи? Я зато помню стих, который написал мой ребенок в 4 года, в смысле один из моих детей. Это была Катя, которая нынче у нас большой финансист и большой топ-менеджер. Она написала стих такой. У меня свалился шкаф, как поднять его? Никак. Села бы поужинать, да мешает шкаф. У меня свалился шкаф, как поднять? Никак. Села бы я за уроки, но опять мешает шкаф. Как поднять его? Никак. В общем, потрясающий стих про шкаф. Вы понимаете, ничего не падало в нашем доме, но стих вот такой был хороший. Я нашла. Давай. Так. Розовые свинки в розовом сарае. Росткая щетинка, полосенькая спинка, пщелку наблюдает, Машеньку пугает. Машенька бежит, дождик моросит. Капельки стекают, свинки наблюдают. Глазки голубые, точно как морские. Грязные копытца, надо им умыться. Вы водички дайте, свинок окунайте. Ну, а мы же отдохнем, а потом плясать пойдем. Свинок искупали, долго вытирали, маленькие свинки, голенькие спинки. Спите, засыпайте, Машку не пугайте. Ну, что, замечательно. Молодец. Отлично. Мне кажется, вот прямо издательство Клевер должно сейчас зацепиться за стихи. Маленькие свинки, голенькие спинки. Как раз для малышей чудесное стихотворение. Вырастет свининка. Это у меня такой триллер уже. Аня, ну-ка давайте-ка, не отлынивайте. А я не готовилась. А как вы думаете? Ну-ка давайте саму презентацию запомним. Можно я? Нет, нельзя. Я готовилась к нашему эфиру, и я как раз выписала некоторые лайфхаки вот как раз для вступления. Это действительно вот одни из таких главных вещей, которые вы говорили, и вступление, и финал. Но честно, для себя я никак их не проецировала вот так вот как бы начать, чтобы рассказать все аудитории стало интересной, и все готовы были слушать. Вот. Поэтому, может быть, продолжим дальше, пойдем по времени, а я тогда, нет, нельзя. Нельзя, Наталья Натальяна. Хорошо, давайте. Хорошо, видите, как вы меня поймали. Подожди, Ань, давай не так, давай тебе помогу. Я не хочу тебя никак поймать, вообще, зачем нам? У нас комфортный эфир, у нас 10 лет, у нас праздник. Давайте лучше, вот смотрите, и Женя там что-то уже записывает, и Соня внимательно слушает. Дай бог, еще кто-нибудь у нас подтянется, или в зуме, там потом посмотрят, может, у нас все это хорошо получится. У нас еще иначе, потому что не бывает, на самом деле. Смотрите, давайте я дам чуть-чуть короткую теорию, очень внимательно, ладно? Самопрезентации бывают очень разные, и действительно, каждому человеку надо подумать о своей визитной карточке, словесной визитной карточке, на 15 секунд, на 30 секунд и на минуту. Например, Сонечка, на 15 секунд, сколько тебе лет? Соня, 10? 9? 9, ну, я так подумаю. Мне вот 15 секунд, а мне 9 лет, я пишу стихи и прозу, и уверен, что тот, кто пишет стихи и прозу, ну, точно не будет иметь проблем с тем, чтобы выразить свои мысли. Или мне, я Соня, мне 10 лет, у меня 20 стихотворений и 3 новых книжки, я люблю издательство Клевер, и все, что касается русского языка, это, конечно, прежде всего, мама и бабушка. Моя бабушка заслуженная учительница, а моя мама просто очень любит хорошие книги, как и я. Отлично, тоже, это где-то 15 секунд. Женя. Я всю жизнь собиралась работать со взрослыми, но оказалось, самое интересное, работать с детьми. А сейчас я уже вижу, как мои дети стали взрослыми. И это вообще самое интересное. Это 15 секунд. Примерно, понимаете, да? Аня, например, так. У нас в России несколько издательств, которые особенные. Особенные издательства, это когда и маленькие, и большие знают название издательства. Особенные издательства, это когда оно начиналось с нуля, а теперь оно в Китае, в Америке. Это издательство кливера. И я там работаю. Это все 15, ну, максимум 20 секунд. Это какое-то самое главное такое, да? На полминуты уже надо какой-нибудь такой добавить перчинку, солинку, что-то такое еще добавить. Полминуты – это довольно хороший хронометраж. Я могу вам сказать, что, конечно, надо взять бумагу, как вот любит Силт. Она все думает компьютером, когда вот у нее пальцы на клавиатуре, она начинает. Мозги работают, к сожалению, только когда пальцы касаются клавиатуры. Все остальное время мозги отдыхают. Это неправда абсолютная, но я это понимаю. Вот она творит, вот она это видит и читает, вот она вся в этих словах живет. И вот если мы пишем и убираем лишние слова, то на полминуты мы уже можем взять какую-то структуру. Если 15 секунд – тоже структура, три интересных факта обо мне, да? Раз, два, три. Но если она полминуты, три интересных факта обо мне, но о каждом чуть-чуть, капельку подробнее. Ну, например, расскажу себе за полминуты. Можешь даже включить, сейчас расскажу. Ну, смотрите, у меня... Так, поехали. Сейчас, подожди, сейчас свету включат, и я за полминуты расскажу о себе. Поехали. Поехали. Я Нина Зверева. У меня трое совсем взрослых детей и шестеро внуков. Самое главное событие, которое нам предстоит, это свадьба внучки, которая тоже названа Ниночкой. И я очень страдаю, что я не смогу быть там из-за карантина. У меня уже 16 книг, у меня 50 тысяч учеников, и у меня даже есть три большие государственных награды. Я этому сама выдавлена. 27 секунд. Да, еще 30 секунд осталось. Да. И что запомнила Женя из моей самой презентации? Жень, что ты? Я запомнила, что небольшая информация о личной жизни, которую сразу привлекла и расположила к себе, и очень сухая информация о достижениях. Да. Там только факты. Очень неправильно, когда человек восхищается собой сам. Вот когда если Соня скажет, это моя ошибка была, Сонечка, я была жуткой за знаками детства. Когда мое сочинение в 10 лет где-то что-то победило, я всем ходила и рассказывала мое сочинение, которое я написала, выиграла премию, мне сказали, что могу. Тоже, кстати, было в стихах написано. Я в стихах, я могу. И это все вызвало почему-то какое-то, я чувствовала, что что-то не то я делаю. Потом шло-шло время, и я поняла, что даже никогда тебя другие похвалят. А для того, чтобы показать то, что Светлана сам сначала сквала себя экспертом в какой-то теме, это важно, да? Люди больше доверяют экспертом. Достаточно сказать, как ты сказала. 20 стихов, несколько каких-то вещей в прозе. И вот, пожалуйста, один из моих стихов. Вот когда мы предъявляем факты и не оцениваем сами эти факты, и уж ни в коем случае не высваляем себя, тогда люди сами реагируют на нас. И реагируют на нас, как правило, позитивно. А еще очень хорошо, когда этот факт, вы даете один факт, а потом второй, и два этих факта противоречат друг другу. Например, Соня говорит, у меня есть 20 стихов, три прозаических произведения, мне 10 лет. Смотри, когда человек, например, в 50 лет скажет, что у меня 20 стихов, ну, как-то все так, ну и ладно. К 50 годам действительно можно 20 стихов написать. А когда человек говорит, что ему 10 лет, уже вот эти вот два факта вступают в такой небольшой конфликт. А это сразу интересно слушателям. И сразу за это хочется зацепиться и слушать дальше. Что ты хочешь сказать? Помимо стихов, я успеваю есть мороженое, учиться в школе, также вести свой блог на Ютубе и читать. А сколько у тебя подписчиков на Ютубе? 43. М? 43. Ну, 43 уже неплохо. Уже точно больше, чем членов семьи. Да. Можно сказать, что сейчас на Ютубе у меня подписчиков больше, чем друзей и знакомых. Это хорошо. Можно даже сказать, количество моих стихов постоянно спорят с количеством моих подписчиков на Ютубе. Кого больше? Пока выигрывают подписчики, но я не теряю надежду. Вариантов огромное количество. Есть хороший способ в самом презентации, задать себе три вопроса и ответить на них. Опять же, тут выигрывает структура. Когда мы с самого начала говорим, сейчас я задам сам себе три вопроса и на них отвечу. Вот давайте я сейчас выдумаю такие три вопроса, и каждый из нас, у нас очень женская программа, и каждый из нас, Миш, давай тоже участвуй, хотя бы взрослый голос будет, мужской. Ладно? Ты можешь себя не показывать, но участвуй, пожалуйста. Хочешь мужской голос, это у нас как-то очень... Не по-оскаровски, знаешь, Миш? Оскар не принял. Нам Оскар не дадут. Я вас слушаю всех активно участвовать, и, видите, да, особенно парней, чтобы разнообразить наш коллектив. Это плохая жутка. Так, все. Ты болеешь. Он взял больничный на этот эфир. Окей, хорошо. Смотрите, три вопроса. Итак, первый вопрос. Чем я горжусь? Второй вопрос. Что мне в себе не нравится? Да? И третий вопрос. Моя идея фикс. Моя мечта. Моя идея фикс. Моя мечта. Вы скажете, я сейчас задам себе три вопроса и предлагаю вам тоже подумать над ответами, но я отвечу по-честному вот за одну минуту. чем я горжусь, что во мне меня саму, самого меня там, меня саму смущает и моя идея фикс. Засекать? Я, да, конечно. Аня, все, тебе уже не отсидеться. Все, я, да, мне нужно только засекать или отвечать? Уже отвечать тебе, а Свете засекать. Давайте, я готова. Погнали. Предупреждена, значит, вооружен. Простите, я забыла самый первый вопрос, Нина Витальевна. Чем я горжусь? Чем я горжусь? Я горжусь, я горжусь тем, что каждый раз выбираю новое место работы, я всегда работала в компании, в коллективе, там, где мне хорошо, где я могу развиваться, где я могу улучшать все свои знания, умения, и для меня это очень большое, для меня это измеет очень большое значение, будь то работа на телевидении или работа в издательском доме, или даже работа в логистической компании, везде мне было очень интересно, я могла развиваться. Второй момент, что мне не нравится, это, честно признаюсь, неумение, рассредоточность, то есть я всегда знаю, что я должна сосредоточиться на главном, но вообще не огромное количество деталей, которые забирают массу времени. И моя идея фикс, это чтобы я дальше продолжала работать в таком же режиме, как мне хотелось бы, где я бы могла получать всегда что-то новое, развиваться, получать, может быть, какие-то дополнительные навыки, и то есть всегда быть в таком строю, на высокой скорости, и, конечно же, с хорошими результатами. Сколько времени говорила? Минута 0,8. Практически уложилась в тайминг, можно сказать, идеально. Вот, вот. К сожалению, очень много было слов и мало что запомнится, потому что нужны какие-то сваи такие, нужны какие-то базовые вещи, да. Если ты выбрала, чем я горжусь, я горжусь тем, что уходила оттуда, где мне плохо, и всегда была там, где мне хорошо, и дальше какой-то пример. Была бы высокая зарплата, были интересные задачи, но я приходила, и у меня было ощущение, что меня никто не замечает, и я ушла из этой американской компании. А теперь я работаю там, где мне хорошо. Второе, что мне в себе не нравится, я вот под расстрелом не вспомнил, что тебе в себе не нравится, но надо понимать, Сонечка, если тебя спрашивают, что тебе в себе не нравится, ты должна сказать, что это такое, симпатичное очень. То есть, на самом деле, ты должна сказать на этот зловредный вопрос, ты должна сказать что на самом деле очень хорошее. Ну, например, берут человека на работу и говорят, вы такой хороший, у вас такой резюме, а какие же у вас недостатки? А человек говорит, да работай, я трудоголик, я, понимаете, вот любой работа. Прекрасно. Или, например, девочка одна ответила мне на этот вопрос, да у меня много недостатков, но я сделаю все, чтобы вы о них не узнали. Опять отличный ответ, да? То есть, вот здесь очень осторожно, это подстава. Потому что по-настоящему недостатки не надо говорить. Или они должны быть, ну, прямо очень симпатичны. Я очень эмоциональный человек, я люблю всех. И вот я с этим борюсь, потому что неправильно любить всех, но люблю всех, да? Ну, какой же это недостаток на самом-то деле? Ну, и третье, это идея фикс, вот она должна точно запомниться. И надо, просто надо лучше подержать паузу, да, и подумать, идея фикс. Ведь, когда вы не готовы отвечать, даже на такие вопросы сам себе, вообще пауза очень хорошо, вы можете помолчать и подумать, и подобрать нужное слово, не торопиться говорить много слов. Я говорила много слов, мало что запомнилась. Это вот так вот льется, льется вода, а в сите мало что остается. Понимаете, так как через сито, да? А нужно, чтобы вода оставалась. Давайте попробуем Женечку. Женя, три вопроса. Ну, вы сразу на второй вопрос, что мне в себе не нравится, вы угадали, что я сразу написала, ну, перед тем, как вы сказали, что... Не, не надо, ты, пожалуйста, используй. Но я сейчас попыталась обыграть это по-другому. Хорошо. Чем я горжусь? Я горжусь тем, что за 17 лет я придумала самые лучшие курсы для дошкольников, что мне в себе не нравится, что я слишком близко к сердцу воспринимаю своих учеников и очень близко с ними дружу в течение всей жизни. А моя идея фикс, чтобы у моих учеников было самое интересное детство. Класс. А вот сейчас 25 секунд. Ты меня поняла? Вот это и есть самая лучшая самая презентация. При этом, Анечка, Женя, вы же можете придумать эти вопросы любые. Можете их менять. Так, ну-ка, Соня, попробуем. А там у нас мальчик появился и исчез. Был у меня мальчик Андрей, только что. И потерялся. Я так и обрадовалась. Андрей, явись миру. Покажи себя, пожалуйста. Пока Андрей является миру, я, кстати, Евгений могу сказать, если вы будете вот эту свою презентацию расширять до одной минуты, например, то вот первый пункт можно объяснить. Я придумала самые лучшие курсы для дошкольников. И прям короткий факт, чтобы все слушатели поняли, действительно, это самые классные курсы. И где их можно найти? Например. И в чем фишка? У меня на курсах дети в один год уже все умеют читать. Ну, я не знаю, правда это или нет, но вот... Два года. Два года. Вот. У меня на курсах все двухлетние дети уже читают. А чем я? И все, и все уже вам поверят сразу. У вас очередь от Москвы до Владивостока выстроиться на эти курсы. Ну, я тоже про это думала, но очень часто попадаются на этих вопросах мои коллеги, потому что многие люди говорят, а зачем им это? И это иногда негативно. А это же хорошо, да? Пойдите какой-то факт, который действительно скажет, что ваши курсы самые лучшие для дошкольников, чтобы люди поверили. Смотри, какая есть штука, да? Кто-то успевает негатив, и ты это уже знаешь. Значит, надо сказать, это кому-то нравится, кому-то нет. Но в два года дети начинают читать. Все. И это... Это хорошо. Света о чем говорит? Совершенно согласна. Я это наша совместная с ней теория. О, у нас появился Андрей. Ура. Значит, сказал-доказал. Вот просто запомните, запишите. Все, что сказано, должно быть доказано. У меня здесь вот... У меня есть теория, да? Которая помогает обучать детей. Я на лучшей мере. Сказал-доказал. Уже в два года мои дети легко и свободно читают. Правда, некоторым родителям это очень не нравится. Нет, некоторые родители волнуются, надо ли им это. Да, это просто вопрос, когда... Ну, надо сказать, некоторые родители волнуются, надо ли им это, да. Это можно спокойно сказать. То есть снять это с языка. Соня, давай. А твои ответы на вопросы. Андрей, а ты не можешь как-нибудь поесть? А что ты делаешь? Ты не только с нами общаешь, что ли? Я не могу понять. Что делает мальчик? По-моему, да. Он случайно к нам пришел. Соня, давай. Погнали. Что мне в себе нравится? Мне нравится в себе то, что я очень хорошо лажу с моими младшими сестрами, и у меня хорошо получается обучать мою младшую сестру. Я ее научила читать, ну, конечно, с помощью бабушки. И один раз она уже взяла мой учебник по окружающему миру и начала читать какой-то раздел. Мне в себе не нравится то, что я слишком близко в церкви воспринимаю все и не умею совладать со своими эмоциями. Моя мечта, чтобы Земля перестала быть такой беззащитной, и люди поняли, что мы единственный вид это живых существ, которые могут понять экологические проблемы и исправить их. Соня, классно, 54 секунды было. Здорово. Ты уложилась в минуту. А вот сколько лет сестре? Шесть. Это важно, потому что непонятно, да? Три года одно, там у Жени вот двухлетний читает, шесть лет другое. Сколько у тебя сестер вообще? Ну, она не родная, она двоюродная, у меня их две. Одно и шесть, а другое четыре. Ну, ты надо все говорить. У меня есть две сестры, шесть и четыре, и шестилетнюю именно я научила читать. Конечно, бабушка тоже принимала участие, но получилось. Нет, это очень круто. Я своего сына шестилетнего не могу научить читать даже при помощи букваря, а ты всего лишь при помощи бабушки научила. Ну, что я читаю? Ну, так, очень плохо. Это тебе плохо. У меня тоже шестилетняя мама, которая вообще не читает, поэтому для меня это очень хорошо. Я знаю, как помочь, но мой семинар будет следующим. Да, это интересно. Это очень классно, на самом деле. Как она продала хорошо свой метод. Сон, знаешь, что было очень сильно? Знаешь, что было самое сильное в твоей речи? Вот попробуй сама угадать. Самое сильное, прямо сильное, то, что точно запомнится и очень трогало сердце. Я не знаю. Финал. И это очень здорово, когда финал такой. Мы единственная женщина, которая может понять экологические проблемы и их исправить. И их исправить, да. И вообще, вот беззащитность земли, вот именно твоя, вот эта формулировка, что земля беззащитна, планета беззащитна, причем перед нами, человеческими существами, было очень хорошо сказано и сказано спокойно и очень точными словами. Вот еще очень важно поиск точных слов. Слушайте, самопрезентацию надо готовить на бумаге и несколько раз ее на диктофоне провернуть. Ну-ка, давай. Чем горжусь, чего себе не нравится и веди эффект. А представьте, что это самопрезентация перед всякими, всяческими такими фитнес-гуру и так далее. Добрый день всем. Меня зовут Светлана Иконникова. Когда мне было 17 лет, я весила на 17 килограмм больше, чем сейчас. Сейчас мне 42 года и я вешу 52 килограмма. Главное мое достижение в 18 лет я взяла и похудела. За два месяца вот эти вот 17 килограмм с меня слетели. А главное мое второе достижение, они так и не прилетели за оставшийся вот этот промежуток от 18 до 42 лет. Ну, собственно, что меня пугает в себе, это то, что я пытаюсь другим навязать правила хорошего питания. А другие как-то от этого открещиваются и убегают от меня, как от чумной. А что мне хотелось бы в жизни? Ну, чтобы люди поняли, что сахар — это, в общем-то, практически тот же самый наркотик, как алкоголь и сигареты, и относились к нему соответственно. Вот. Я не включила свой секундомер, но я уверена, что я уложилась в минуту. Минута уложилась? Ну, я-то купила эклеры, чтобы тебя угощать. А все. Я теперь не имею права поесть эклеров. Хорошо, что есть Миша. Окей. Значит, для честности давайте я сделаю. Ну, включил, включил этот рандайк. Да. Сделаю это упражнение, потому что вообще это вопрос с вами о себе, это очень хороший способ самой презентации. Вы каждый раз можете их придумывать или сделать это один раз, но менять ответы. В зависимости от того, что Света сейчас сказала, я поступаю перед фитнес-тренерами. То есть очень важно, перед кем вы выступаете. Перед кем я выступаю? Давайте я выступаю перед чиновниками. Прям их много-много. Большой-большой зал. Людей, принимающих решения. Губернаторы, замгубернаторы. Прям важные-важные люди. И я перед ним выступаю. И я должна сделать вам презентацию по методу ответа на трех вопросов. Окей. Поехали. Чем я горжусь и что мне кажется моим достижением? Вы знаете, мне удалось совместить карьеру и семью. И достижение мое самое большое, что мои внуки со мной советуются. И вы со мной советуетесь. И когда так много таких разных людей хотят услышать мой совет, это, наверное, и есть мое достижение как эксперта, как опытного человека. А что мне в себе не нравится? Мне нравится до сих пор желание объять необъятное и быть одновременно в двадцати странах. И мне очень слишком многого хочется. Мне трудно себя ограничивать в желаниях до сих пор. И, наконец, третье. Идея фикс. Мне неразрешимой задачей. Мне много лет, мне 68. И только что ушла из жизни моя мама. У меня остался папа. Мой девяносто пять. Я много думаю о том, что жизнь конечна. Я не хочу, чтобы мои дети не начались со мной. Но я не хочу быть одинокой. Это неразрешимая для меня проблема. И я над ней много-много думаю. Все. Ну да, я себе позволила. Это было выступление перед чиновниками? Ну, например, да. А что мы хотим получить от чиновников, если мы рассказываем такие факты личной биографии? Мы хотим, чтобы они перестали быть замкнутыми на все пуговицы. Мы хотим, чтобы у них проснулось человеческое. Мы хотим, чтобы они поняли, что здесь будет не про... Не про партсобрание. Да. А про вот это. И, между прочим, как раз перед чиновниками-то я обычно перед кадром резервом президента я обычно стараюсь как раз очень вынимать все человеческие такие возможные ноты. Слушайте, а чего им не хватает? А ради чего я к ним прихожу? Им не хватает эмпатии. Им не хватает чувствования людей, доверия. Им страшно вынимать из себя свои человеческие такие нормальные чувства. И когда вдруг предлагаешь вот такую систему координат, люди на это очень хорошо реагируют. Не надо думать, что они там все дураки. Или что они там все коррупционеры. И я никогда этого не думала. И не думала. Ну, очень разливается презентация. Бывает у меня, перед тем же кадром резервом, когда я выхожу и говорю, вы знаете, я принимала участие в выборах губернатора. И получила все как полагается. То есть взрывали офис, там, вынимали компьютеры. За мной ездили там черные Волги преследования. Мне было 45 лет. Я была очень популярным журналистом. За мной было много людей, которые собирались за меня голосовать. У меня была компания очень сложная. И я сделала из нее очень много выводов. И первый вывод – это, что вы никогда не сможете угодить всем. И второй вывод – что чем вы больше чувствуете людей, доверяете им и больше разговариваете с ними, тем больше вам верят. Вот, пожалуйста, такая. Уже совсем короткая. Это уже 25 секунд. Дело в том, что, когда вам надо выступить перед людьми, Мишенька, покажи наш слайд. Вот любое ваше выступление, любой ваш доклад, он построен по вот такой логике. И Сонечкины там доклады в школе, и Женины доклады там на конференциях, скажем, и Анины выступления перед сотрудниками, или перед клиентами, или перед читателями. Они устроены так. Вот, смотрите, светофор, да? Сначала зеленый свет светофора. Короткая самопрезентация. Видите, все начинается с короткой самопрезентации. Привет всем, меня зовут Нина Зверева. И я то-то и то-то. Хотя у них у всех лежат там бумажки, и они что-то там про вас знают, или какие-то организаторы что-то про вас рассказали. Вам все равно надо рассказать всегда о себе. Дальше вы каким-то образом обращаетесь к людям. И не надо говорить слово «коллегия». И не надо говорить «дорогие ребята», потому что все штампы. Вы должны найти именно то обращение, на которое люди отзовутся, поймут, что вы что-то такое про них думаете и знаете, важное, сутевое, да? На что у них отвлекается сердце. Значит, сначала короткая самопрезентация, потом обращение, потом формат. Вы должны сообщить, сколько времени вы будете говорить. Вы должны знать, сколько времени будете говорить, потому что они тогда будут знать. Ага, это на 5 минут, это на 10 минут. Они могут вас контролировать, вы сами будете себя контролировать. Но важно понимать, что любое ваше выступление оплачено временем людей. А вот после зеленого сигнала светофора… Женя, ты водишь машину? Нет. Аня, ты водишь машину? Да. После зеленого сигнала светофора какой идет сигнал? Бывает желтый… В смысле, после зеленого – желтый, красный. Ну, желтый, конечно, да, желтый. Ты ведешь машину, после зеленого ты ждешь желтого. И очень большая ошибка, когда мы выступаем с докладом, делаем презентацию, мы выступаем после самой презентации, после того, как мы с Кальской Френией будем говорить, включить желтый сигнал. Желтый сигнал ни то, ни сё, ни в Эне, ни в Эне, ни кукареку. Надо включить красный сигнал светофора, надо зацепить людей, да. Шокирующие новости или проблемы, или острый вопрос по теме. Любая неожиданная информация привлечет внимание людей. А вот потом-то уже желтый сигнал. Потом вы конкретно рассказываете, собственно, что за метод уже не такой, обучение детей, как быстро они умеют читать два года, а чем я тебе вообще, даже прям не верится. Но сначала надо сказать, а вы знаете, что двухлетние дети умеют читать? А вы знаете, что это не только не вредно, а это очень полезно? А вы знаете, что это всё через игру, и это всё через удовольствие? Эта система работает в 20 странах, но вот в Москве у нас уже там 500 человек обучились, и родители, и дети довольны. А дальше желтый сигнал. А как же это делается? А я сейчас вам расскажу. И дальше, не торопясь, спокойно через интерактив, общение, шутка, афоризм, мы рассказываем людям самое главное, я называю это мясо, да. Ну и на финале, в конце, опять зелёный свет. Вот моя идея, вот я уверена, что это на пути. Эмоциональный подъём, финал через глаголы, в смысле учите ваших детей. Учите. После двух уже поздно. Учите сейчас. И на этом завершите. Потому что любой эмоциональный финал у людей очень зажигает и вдохновляет. Вот, собственно, самопрезентация – это начало любого вашего выступления. Каждый раз он бывает разное, но каждый раз он должен быть структурное, заранее подготовленное. В зависимости от аудитории и от цели выступления, оно бывает 15 секунд, 30 секунд, но не больше минуты. И познакомившись с людьми, в смысле представив себя людям, вы должны также сказать обязательно людям, что они вам нравятся, что они вам интересны. Найти точки соприкосновения между собой и им. То есть, Соня, если ты говоришь ребятишкам, а я умею стихи писать, они думают, блин, а я не умею. Вот она все может, а я не могу. Это плохо. Надо не так. Надо как-то очень скромно, да? Вот так случилось, что бабушка моя помогла мне и научилась писать стихи. Оказалось, это очень полезно. Давайте я вас тоже научу. Как надо рифмовать, и зачем это надо, и почему это помогает лучше выступать по-русски. То есть, вот это очень важно. Все время помните о тех людях, которые вас слушают. Потому что самопрезентация это не хвостовство. Самопрезентация это не предъявление наших там суперарбинций. Нет. Мы должны не оторваться от публики на крылышках, а мы должны слиться с публикой, но при этом показать себя, о чем я с самого начала все это говорил, как эксперта, как человека, который понимает в той теме, с которой мы пришли. Понятно? Ну, вот, собственно, все, что я хотела сказать. Давай. Да вот, собственно, все, что мы хотели сказать. Я смотрю, что наше время трагическое стекло. Да, 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 оно улетело. Можно я еще раз покажу нашу обложку? И вот, Нина Витальевна, как раз ваш пример для Сони с ее стихами, он у вас прекрасно показан в книге про девочку, которая обучала своих одноклассников в игре в йо-йо. Такой простой, казалось бы, пример, он действительно объясняет многое. Мы написали эту книгу год назад. Я ничего не помню. Может, Света помнит? Соне что-то хочет сказать. Соня, звук только включи, пожалуйста. Сейчас мы включим. Так. Соня, включи звук. Соня, наверное, звук вы отключили, и у нас работает. Соня, это не работает. Нет, не слышно. Она должна включить. У нее микрофон зачеркнут. Наверное, да, у Сони. Нет, мы можем тоже как организаторы закрывать, но мы не закрывали, Соня. У себя включила-выключила? Ну-ка, быстренько снова включи. Организаторы могут только попасть. Вот, ура. Ура! Давай, Соня, говори. Во-первых, мы каждую неделю заказываем книги с клевера обычно. Масать. Это не заплатят. Комментарь. Да, во-вторых, мы в заказе, который сделали вчера, заказали стори-тейлинг. У-у-у! Спасибо. Она всем комплименты решила сказать. Так. Ну, вот это, да. А в-третьих, я научилась читать в два года. Откуда вы знаете? И сейчас Женя такая. И сейчас Женя такая. Соня! Молодец. Это же ты. Это же Гит. Отлично. Ну, все тогда. Да, спасибо вам большое, что пришли наши дорогие гости. Я напоминаю, что мы выложим запись в YouTube на канал библиотеки РГДБ. Также, надеюсь, коллеги с нами поделятся, и мы себя в клевер тоже добавим. Библиотеки РГДБ. Я хочу очень получить автограф авторов своей любимой книги. Как это можно сделать? Будете ли вы в данной подпись в дальшее время где-нибудь? Есть ли у вас планы? Женя, зайди, пожалуйста, на мой сайт, там прямо есть моя почта. Напиши мне письмо, я когда буду в Москве, встретимся, я тебе подпишу книгу. Договорились? Спасибо вам большое. Как я могу найти вас? Напиши в почту, я тебе все напишу. неназверева.ру сайт неназверева.ру сайт неназверева.ру клевер-бук. Сейчас запишу где-нибудь. Клевер-бук. Давай. И мне интересно. И мне интересно. Я, может, научусь все-таки сына читать, может, собаку даже научу. Сына не учусь. А у вас всемирная слава. Клевер-собака-бук или клевер-точка-бук? Клевер-бук. Просто, да, вы нас найдете в Инстаграм. Спасибо большое, Нина Витальевна. Светлана, спасибо вам огромное за эту встречу. Я только чувствую, что это было только начало, потому что дальше идет огромное продолжение, как наполнять свою презентацию, как ее заканчивать, какой должен быть финал его варианты. Все это есть, опять-таки, в нашей новой книге, которая выйдет уже в начале октября. Вот. И искренне рекомендую всем, кто сегодня с нами, следить за нашими анонсами, когда книга появится, потому что, действительно, мы с вами только малую толику обсудили, но это очень здорово, приятно, что мы с вами лично смогли пройти такой маленький мастер-класс, маленький мини-тренинг. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Всем доброго. Пока. Пока-пока-пока. Спасибо.